А это уже из хроники развала. Пока идут бои у магазинов и мокнут под снегом проклявшие все голодные очереди, какие-то люди, вероятно, опять случайно, грузовиками вывозят в лес и сваливают в грязь под снег дефициты сказочные. Такими количествами, что диву даешься, да откуда все это вообще у нас берется. В Сестровецке метрах в трехстах от улицы инструментальщиков колоссальная свалка дефицитнейших палочек из мяса креветок. Деликатеса, по сути, причем с этикеток и с этикетками, свидетельствующими госцену этих креветок. Один рубль шестьдесят копеек. Ну, а количество, говорить не надо, сами видите. В такой мировой войне. И опять продукты. На сей раз в глухом лесу, уже подальше от глаз, в трех километрах от станции «Белоостров» в заказнике «Пригородной». В бывшем противотанковом окопе. Множество, видимо-невидимо, сваленных сюда еще, судя по всему, свежими гусиных тушек, ощипанных и разделанных. Часть в коробках, часть рассыпью по склону. Сейчас, понятное дело, потухло. И пересчитать почти невозможно. Вонь убийственная, мощная и тошнотворная на сотни метров вокруг. Но понятно, что здесь не одна сотня этих тушек. Кто, что. Опять загадка, хотя, честно говоря, эти загадки уже опостылили. Кошмары все того же качества и свойства, что и год назад. Территория БМП, хладокомбинат номер три. Из Житомира по одному из договоров, подписанному городскими властями, поступило мясо. Вагоны около пятидесяти тысяч килограмм. Как только открыли опломбированные двери, здоровенные грузчики попадали от ужасающей силы запаха гнида. Конечно, уже тот загар, плесень, запах такой невероятный. Уже разгружать даже не нельзя. Представляете? Кто тут виноват, как всегда, не определить. Все валят друг на друга. 50 тысяч килограмм мяса, естественно, то, что называется, восстановлению, не подлежат. Массовые кражи из контейнеров на территории порта имеют, оказывается, простое объяснение. Контейнеры, судя по всему, специально расставляют так, чтобы между ними был зазор, позволяющий туда забраться человеку. Отдел внутренних дел на транспорте, теряя уже самообладание, призывает руководство порта все же сдвигать контейнеры, как положено. Простаивают, кстати, не только вагоны с арбузами, но и с мясом. Есть информация, очередной страдальческий крик, по сути, начальника Октябрьской железной дороги, адресованная самому главному лицу города. Всего вагонов с мясом. Как констатируется в заверенной телеграмме к главному лицу, на утро 16 числа 315. А всего 2105 вагонов, из них 500 с продовольственными грузами. Используя ставшей уже традиционной тактику стремительного и внезапного налета, или, если угодно, появление, съемочная бригада секунд стала свидетелем откровенного, наглого, варварства, искусственно созданного замора кур на птицезаводе мясокомбината имени Кирова. В принципе, все эти кадры могли бы быть понятны и без всякого комментария, даже идущие в полной тишине. То, что вы видите, в стране, где хронически не хватает продовольствия, где каждый кусок мяса куриного или иного должен быть на счету, вообще представить себе невозможное. Здесь дохнут и гниют без счета тысячами, сотнями вывозятся грузовиками великолепные здоровые куры. Груды гниющего куриного мяса все выше и выше, а причина этого скотства абсолютно будничная. Отчего, отчего так много дохлых кур? Потому что не работает конвейер, не работает целую неделю конвейер. А птицу привозят постоянно, и об этом все знают. Сейчас привезли сколько-нибудь еще. Четыре тысячи птиц на горный привез птицефабрика.